Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Александр Хайрулина, программа «Лучшее в стране». И здесь традиционно в это самое время по будням всегда только лучшие из лучших. Я очень рада представить вам сегодняшнего гостя, тем более, что он из Италии, но в нашей стране тоже очень хорошо известен. Друзья, певец, композитор, продюсер Антонелло Короццо из Италии. Антонелло. Бонжорно. Бонжорно. Привет, Александра. Привет, «Страна.ФМ». Привет. Спасибо тебе большое. Мы очень рады тебя видеть, потому что до этого момента многие жители нашей страны могли наблюдать тебя в нашем проекте «Голос». Влад сегодня, кстати, помогает нам переводить. Спасибо тебе огромное, Влад. Сразу напомним, что до финала Антонелло не дошел, но каждое выступление запомнилось нам безусловно. Пелагея была наставницей, Антонелло писал, что, в общем-то, не держит зла на свою наставницу. Пелагея был твой коуч, но ты написал, что ты не был арабиат как твой коуч, что ты не выбрал в конце. Так ли это на самом деле? И, в общем, твои мысли, действительно, по какой причине, как тебе кажется, все-таки ты не дошел до конца? Это верно. И, в общем, твои думки, о чем ты думаешь? Какие причины, что ты не успел в конце? Это верно. Я понимаю, что финала должна быть сделана из-за cantателей, которые говорят в русском. И я не говорю в русском. Может, это был главный вопрос. Для меня кажется, что в финале, как в этом формате, в финале должны быть исполнители, которые русские, из России, или которые очень хорошо говорят по-русски. К сожалению, я не очень хорошо говорил на тот момент. Думаю, это была основной причиной. Потому что были участники из Чехии и из Китая, и они очень хорошо говорили по-русски. В общем, учите русский, что хочется сказать. Ну, не знание языка тебе не помешало все равно заполучить огромное количество поклонников в нашей стране. Но, не понимая, не понимая русский язык, то это не было проблемой для тебя, чтобы найти много фанатов в этом стране. И я думаю, даже это побудило многих изучать итальянский язык. И я думаю, что это была причина для многих ребят здесь, чтобы начать изучать итальянский язык. Может, в будущем, с страной FM, мы сможем поговорить по-русски. Отлично, договорились. Я хочу рассказать нашим зрителям, может быть, кто-то еще ее не знает. Но дело в том, что Антонелло профессиональный музыкант и имеет аж целых два высших образования, полученных в Италии. И одно из них это по классу фортепиано, консерватория и джазовое отделение. Только хотел уточнить, а джазовое – это уже вокал был или все-таки исполнительская история? Это было инструментальное и создание джазовых арранжировок, но я также могу петь и исполнять джазовые композиции несколько. Для меня больше, ближе, все-таки музыка поп и классическая музыка, в том числе музыка, ну, скажем, как представляет группа Queen, вот такого стиля. Ну, ты прям такой музыкант, музыкантович, потому что только музыка в твоей жизни, ты и сочиняешь, и продюсером выступаешь, и сам поюш, то есть я так понимаю, что с самого детства это была твоя мечта? Ты будешь музыкантом, и ты делаешь музыку, ты можешь делать музыку, ты можешь делать музыку, ты можешь и ты начинал с ребенком, и поэтому как это было? Спасибо за семьей музыкантов. Моя мама меня спила сразу в пианофорте, в violе, в кант. Это все благодаря моей семье. У меня мама… У меня семья музыкантов, и мама сразу меня забросила в эту область. И с пением, и с исполнением, и с использованием инструментов. И потом я продолжил, и фортепиано стал моим самым лучшим другом. И даже сейчас, до сих пор. Ну это удивительно, а как же футбол? И кальчо, как у меня. Кальчо, когда я был 13 лет, я пытался вставить в кальчо. Когда мне было 13 лет, я попытался войти в футбольную команду. И через три месяца я вернулся к фортепиано. Потому что все-таки у небес были другие планы в отношении тебя. Потому что у тебя были другие планы для тебя. Но я делал много спорт, в частности, когда я был очень маленький. И на самом деле я занимался очень много спортом, в особенности плаванием и водным полом. Я был атакующим в водном поле. Ну а сейчас, я так понимаю, из спорта остался только тренажерный зал, потому что фотографии есть в социальных сетях, именно оттуда. Да, из спорта сейчас есть только фитнес и палестра, потому что есть фотографии на твоем инстаграме. Да, из спорта сейчас есть и боли в спине, потому что, конечно, фитнес, я очень сильно упорствую. И вот так получается, такой результат. Я хочу попросить тебя сейчас исполнить что-нибудь, чтобы уже поклонники, которые смотрят нас и слушают, наконец-то насладились потрясающим голосом, после чего, конечно, продолжим общаться. Я хочу попросить вам сейчас, потому что фанцы, которые смотрят вас, хотят, чтобы слышать что-то. Для начала хотела бы вам исполнить одну песню, которая принесла мне большой успех, но в первую очередь она очень важна для меня лично. La песня называется «27 ангели». И это не очень хорошая тема, потому что это 27 детей, которые погибли под обрушившись из-за крыши во время землетрясения в Кампо Басо. И эта же песня принесла мне большую победу и успех на новой волне. Я написал ее благодаря моему папе, который был пожарным и который спасал этих детей. И он мне рассказал все детали, все вот эти вот ужасные моменты, которые случились. И, к сожалению, в России тоже недавно случилась такая же ситуация. И поэтому эта песня посвящена всем детям, которые погибли в связи с либо обрушением каких-то конструкций в целом. И это посвящено, в общем-то, так же и взрослым, которые должны задуматься при создании, при строительстве каких-то объектов, чтобы они были более безопасными. У ребенка не должен погибнуть, когда он идет в кино или он когда идет в какой-нибудь партнер. Должны быть места более спокойные, более безопасные, более счастливые для всех. Спасибо тебе большое за эти слова от всей души. Сейчас я хочу узнать, мы можем сейчас петь или сделаем небольшой перерыв. Прервемся ненадолго, друзья, после чего сразу же 27 ангелов. Оставайтесь с нами, Антонелла Коротца сегодня в гостях. Реклама. Реклама. Инженеры Subaru создают автомобили, продуманные до миллиметра. Встречайте обновленный Subaru Outback. Легендарный полный привод, высокий клиренс, огромный багажник. Уникальная маневренность с системой контроля тяги STI. И всесторонняя безопасность с системой помощи водителю iSight. Обновленный Subaru Outback. Продуман до миллиметра. Создан инженерами. «Страна. ФМ». Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна. ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране», друзья, продолжается. У нас в гостях сегодня певец, композитор, продюсер Антонелла Коротца из Италии. Но в Москве хорошо известен уже этот артист, он участник проекта «Голос-6». По всему же миру известен и многими другими заслугами. Подробнее поговорим чуть позже. А пока же просили Антонеллы исполнить песню. И он исполняет. Антонеллы 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 исполняет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Браво! 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 И находясь в Италии, мы просто не знаем, что в России существует огромное и очень сильное, но музыкальное производство, музыкальное качество. И я очень рад, что я все-таки немного раскрыл итальянцы в России, потому что действительно в Италии много итальянцев думают, что в России только исполняют калинку. YouTube, например, помогает, но вы пишете почти все в кириллице. Мы не можем найти соприкосновения. Дорогой Антонелло, много спасибо, хочется сказать, от всей души нашей русской. И прервемся мы сейчас, друзья, совсем ненадолго. Оставайтесь, пожалуйста, в нашей компании, потому что впереди еще очень много интересных вопросов и, конечно, ответов от нашего сегодняшнего гостя. Будьте с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, у нас в гостях сегодня певец, композитор, продюсер Антонелло Коротца. Мы продолжаем общаться. И сейчас хочу задать Антонелло вопрос про академию музыкальную в Италии, которая уже точно не первый год существует. Не просто академия, друзья, королевская академия. Антонелло, расскажи, пожалуйста, про нее подробно. Только ли представители королевских семей могут там обучаться? Не, не, не. Куинс Академия – это посвящено группе Куин, естественно. Но также Куинс в Нью-Йорке. Куинс – это квартал, где много известных артистов появилось. И другая идея была таких вот, как королевы Грации, скажем. Куинс – это все виды искусств, это и есть королевы, это королевы этого мира. Куинс – это музыка и танец, например. Куинс – это музыка и танец, например. Куинс – это живописи, театр. То есть там несколько профессий? Да, но мы в основном сфокусированы на музыке. А остальные общие, такие общие развивающие? Да, просто. Куинс – это общие, но мы очень много делаем всяких совместных проектов с другими академией. И также в продюсирование. Например, со студиями звукозаписи и так далее. Ч Minor – очень много молодых ребят к нему обращаются, чтобы им помогли. Конечно, конечно. Только. Про tutte, чтобы чтобы получить совет какий-то. Какую песню выбрать, например. Как там R agency, который рассказывали Quéüne FPS. как составить список во время концерта, какая песня должна идти за какой песни, как внешний вид, make-up и так далее. И все, что я как раз выучил на сцене, то, что мне преподавал мой самый главный, мой самый главный преподаватель, это Александр Ревзин, наш из России. С новой волны. Он просто великолепный наставник. Он мне столько всего дал, столько всему научил, и он как бы вытащил из меня эту звезду. Очень многие поют очень хорошо, но на сцене очень мало кто может создать хорошее впечатление, впечатление, что ты действительно являешься звездой. И вот в этом огромная разница. Кто идет учиться в академию? Это дети? Это люди любого возраста абсолютно? Да. 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 С двух лет идут дети и начинают играть в музыку, скажем так. У нас есть гитаристы, bassисты и баттеристы 65 лет. И они учатся с 16-летними подростками вместе, потому что на музыке нет возраста. Все хотят учиться. Это прекрасно. Сколько длится обучение и выдается ли какой-нибудь документ об окончании? Да. В конце концов, сколько длится этот курс? И есть несколько сертификатов в конце концов. Да. Длится три года академический курс. Три года длится академический курс. После этого есть возможность поступить в всевозможные государственные университеты. Но если только не в два года пришел в академию, только не в два года пришел в академию. Нет. А официальный приакадемический курс начинается когда тебе 15 лет. Вот. Примо, это только в препаратуре. И предварительно до 15 лет это все подготовка. И они также получают разные сертификаты, которые потом используются. И эти сертификаты по окончании академического курса с ними можно поступить даже в некоторые университеты в Лондоне и в других европейских. Все проходят, сдают экзамены. Потому что у нас система консервATORИ специально в Италии. она более классическая. Классическая музыка, чем поп. И поэтому мы очень много заимствуем методов преподавания из, допустим, английских консерваторий. Ну, значит, очень много артистов появится и благодаря Антонелло, которые и будут в Россию к нам выступать теперь с огромным удовольствием, я так понимаю, да? Антонелло же не только один будет, но и учеников своих будет привозить. Я очень надеюсь также русские приедут в мою академию в Италию. Учиться, ты приглашаешь! А ты приглашаешь, тогда? Да, конечно, конечно. Я приглашаю в Кампо Басо, но если хотите, мы сделаем курсы в Кампо Басо. Приезжайте в Кампо Басо, в Академию, если хотите. Есть сайт в интернете, так что все можно найти, да? Да, и у нас даже есть презентация на русском языке. Прекрасно, друзья, срочно. Кто интересуется, узнавайте, да. Скажи, пожалуйста, Антонелло, в России к тебе уже кто-нибудь обращался с просьбой позаниматься, может быть? В Руссии, я так. Вокалом. Да, 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 мне в социальных сетях очень многие написали. Скоро, сколько стоит. Теперь надо просто понять, это были просто поклонницы или они действительно хотят учиться вокалу? Это были поклонницы, которые действительно очень хотят и общаться, и учиться вокалу, ну разумеется. Нет, 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 были ребята, конечно, они тоже задавали мне этот вопрос. И я пока здесь не освоился, не знаю как это все скомпоновать, здесь именно в России. Но я готов в любой момент приезжать и помогать ребятам. Особенно для того, чтобы научить вас, как петь надо на итальянском языке. Потому что я слышу многих русских, которые поют по-итальянски. Ну они просто создают. И не сложно это слушать. Очень сложно, да. Это просто слова, набранный известный саундтрек, скажем, нашего фильма советского. Некоторые поют очень хорошо, а некоторые нет. Но это смешно, это интересно. Дорогой Антонелло, ты знаешь, люди нам пишут, что иногда встречают тебя красивого в метро. И видят, как ты распиваешься прямо в метро. Вот я хотел как раз тебя попросить показать на всех, кто, к сожалению, еще не встретил тебя. А в Италии нормально реагируют на такие демонстрации? Ну, в России немного такие строгие, такие закрытые, немножко смотрят и потом перестают смотреть. Снимают на видео? Не, 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 не снимают на видео, но в Италии, да, в Италии снимают, а здесь в России так очень вежливо посмотрели и перекатили. Думаю, просто я сумасшедший, наверное, ничего не. Нет, ну что ты, что ты, что ты. Все прекрасно понимают, что ты распеваешься, просто не мешаются. Друзья, мы распелись, поэтому самое время, наверное, можно попросить Антонела исполнить уже песню. Что это будет за песня? Это песня, которую я исполнил в национальном отборе на Евровидении, когда участвовал от России в 2010 году. Называется «Сенсор Респиро», без дыхания. Музыка твоя? Да. И аранжировка. Отлично. И… И… Субтитры сделал DimaTorzok 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 Se non credi a me Ascolta questa voce sentirai un'emozione, solo cuore e musica che va e arriverà Là dove sento il cuore e l'anima, un'emozione e musica, la musica che privito che dà E' una canzone che ho scritto, credo, in bagno? Я думаю, что, по-моему, я и в ванной написал эту песню C'è chi in bagno lege il fai cruciverba? 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 А потом уже приводишь порядок. Пенсать. Л'амор может спираться. Потому что любовь вдохновляет тоже. Ах, и сессу. Ну, тогда я, конечно, просто... Кстати, мы так не рассказали про три клипа. Про три клипа, которые выйдут впереди. Стоять видео, которые я preparаю вам. Да, да, сто процентов после всех телевизионных проектов мне надо выпустить три новые песни. Мы уже затерли до дыр записи с голоса. Да, 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 да. Хочу дать свою, как бы показать новые образы совершенно. Резеранно и видео с Ремо, с Новой Волной. Это все опыт, естественно. Но, что касается музыки... Новая. Новая. Новая музыка, действительно. Ну, там действительно новая музыка, новая вея, я хочу вам показать. И новый имидж. Потому что за последние шесть-семь лет я для себя ничего не сделал. Ничего не выпустил, ничего не написал. С 2011-го я решил просто стать продюсером. И постоянно, параллельно учился. Но не чувствовал себя готово. И поэтому, ну, как бы я не пел сам. Не помню времени лета. Я очень многому научился на конкурс Песни Евровидения. И также привозил артистов на Новую Волну, итальянцев, других. В 2013-е, в 2015-е, в 2016-е годы. И я просто впитывался, как губка, я учился от всех конкурсов, от людей. Я также слушал другие композиции, других участников. И также параллельно учился. И очень много песни я выпустил для других артистов, но не для себя. И вот сейчас я как бы нашел такую смелость, я нашел свой собственный звук, скажем так. Новый звук. Немножко отличается от предыдущих песен. Я остаюсь с собой, но звук современный. И немного взаимственный из разных культур. Я понимаю, что я немного разжег ваше любопытство, но я пока ничего больше сказать не могу. Мы умеем ждать, да. Поэтому... Поки джорни. Спасибо. Да-да-да. Неделька. Вот так красиво сказал про любовь, что только она вдохновляет. В связи с чем, конечно, я не могу не задать тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, как Эрика тебя отпускает вообще в Москву? Эрика, ты да, уна пособилита дьяндара и в Руссия. Со спокойной душой, скажем. Она как блогер в социальных сетях. Да, инфлюенсер. И поэтому она в курсе всех твоих передвижений. Да, она как ищейка. Она знает точно, где я нахожусь. Потому что через хэштеги, через фотографии. И потом она спокойно может найти любого человека, который сделал stories с Антонелло. Даже Антоно об этом не знала. Она уверена, что я веду только профессионал, как певец. Конечно, я обожаю красивых женщин. И она знает, что я очень дружелюбен со всеми. Но до определенного момента она следит. А иначе она просто... Конечно, лучше не шутить, не шалить с женщинами. В принципе, не только с итальянскими, но и с русскими. Вы уже много лет вместе, да? Года четыре точно, если не больше, наверное. Семь лет. И сегодня у нее день рождения. Ну давай же поздравим. А, ну, давай. Танте огурья оте. Танте огурья оте. Танте огурья, амуре. Танте огурья оте. Эрик, с днем рождения. Эрик, вам комплианно. Бог комплианно. Я прям очень рада, что это случилось в нашей программе. Но уже звонки, смс-ки с утра, наверное, да? Да, сегодня ночью, в полночь, я прямо ее поздравляю. Сейчас она в каком-то салоне, в мебельном салоне в Милане. И будет в Москве в октябре. И она сейчас работает с двумя брендами. И поэтому мы оба сейчас работаем. Слушайте, хорошая, красивая, талантливая пара. Это большое счастье. Мы прервемся. Ненадолго оставайтесь с нами обязательно, потому что Антонелло нам исполнит еще одну песню. Будьте поблизости. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Программа продолжается. Друзья, Антонелло Короццо у нас сегодня в гостях. Остается совсем немножко времени, но общаемся. Продолжаем это делать и ждем, конечно, с инстинклением исполнения песни. Антонелло признался нам, что долгое время не уделял себе достаточного времени как артисту, как певцу. Занимался больше продюсированием. И вот теперь он решил ситуацию исправить, но это не значит, что он решил завязать с продюсированием. Потому что именно этот приезд в Москву Антонелло, насколько я знаю, связан вновь с новой волной. Есть возможность? Расскажи. Да, в этом году, после победы Вальтера Ричи в прошлом году, которого также привез Антонелло, в 2017 году я занимался голосом, я был задействован в голосе. Но в этом году я нашел себе нового друга, очень талантливый молодой человек. Именно в данный момент он находится на втором дне отбора полуфинала «Новой волны». Его зовут Сон Паскаль. Он отличный музыкант, он аранжировщик, композитор. Из Италии. И даже живет рядом со мной, рядом с Кампо-Басо. Но живет в Казахстане, где мы и встретились. Шесть лет, я думаю. И два месяца назад он решил переехать в Москву. Мы стали большими друзьями. У нас очень много уже проектов и идеи вместе. Он отлично говорит по-русски. Но у нас мы очень схожи именно в музыкальном плане. Он уже профессионал, уже звезда. И он меня спросил, когда я приезжаю в Россию, что самое важное, что я должен сделать сейчас здесь в России. И я сказал ему, естественно, ты должен попробовать поучаствовать в «Новой волне». В Казахстане ты уже достаточно известен, а здесь тебя никто не знает. И «Новая волна» тебе поможет понять самого себя и твою музыку. И теперь мы здесь. Мы вам желаем удачи. Буна фортуна. Да, пусть победит сильнейший. Надеюсь. Дорогой Антонелло, я благодарю тебя за то, что ты пришел сегодня. И вообще за то, что ты как-то чуть ранее сказал, решил повернуть себя в сторону Европы, России. За то, что ты в свое время сделал этот выбор. Потому что, да, у нас много своих талантливых, очень хороших артистов. Но такие, как ты, нам тоже очень нужны. Я тебе желаю успехов. Мы ждем твоих концертов в Москве, в России. И, конечно, ждем новых клипов. Очень скоро, очень скоро, очень скоро. Новый видеоклип, новый концерт. Сейчас я здесь для тебя и для работы в России. Сейчас он здесь, в России, как раз для работы и для вас. И для того, чтобы исполнить песню здесь, в студии телерадиоканала «Страна.ФМ». И для того, чтобы исполнить песню здесь, в России, в России, в России, в России, в России, в России, в России. И для того, чтобы исполнить, в России, в России, в России, в России, в России, в России, в России. И для того, чтобы исполнить, в России, в России, в России, в России. И для того, чтобы исполнить, в России, в России, в России, в России, в России. И для того, чтобы исполнить, в России, в России, в России, в России, в России, в России, в России. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Crescerá, crescerá Crescerá, crescerá Crescerá, 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 crescerá Crescerá, crescerá, crescerá... Crescerá